друзья всем привет мы находимся в магазине паркет на диване и сегодня у нас в гостях представители бренда nt керамик и сегодня мы будем говорить о керамограните и отвечать на самые часто задаваемые вопросы ну и один из самых часто задаваемых вопросов это и чем же лучше керамогранит натурального камня или керамической плитки ну начнем с натурального камня если сравнивать его с мрамором то керамогранит не впитывает влагу и не темнеет со временем и в отличие от гранита не радиоактивен если сравнивать керамогранит с керамической плиткой то во первых керамогранит производится только из белой глины а керамическая плитка из красной зачастую керамическая плитка она впитывает влагу является более хрупкой и пористой и также не производится в крупных форматах таких как керамогранит там 60 на 120 самый популярный 60 на 60 и соответственно керамогранит больше подходит в коммерческие помещения из-за своей износа стойкости и из-за своего крупного формата кстати крупный формат сейчас наиболее популярен явным плюсом керамической плитки является легкость монтажа и например ее обработка там просверлить какие-нибудь дырки обрезать и так далее с керамогранитом все-таки дело обстоит сложнее на самом деле стоимость керамической плитки и керамогранита примерно одинаковая начиная от бюджетного сегмента заканчивая премиум явным плюсом керамической плитки является легкость монтажа и например обработки то есть гораздо проще керамической плитки просверлить какие-нибудь дырки или обрезать в отличие от керамогранита. Но по совокупности всех факторов и характеристик мы все-таки отдаем предпочтение именно керамическому граниту. Следующий вопрос. Что же такое ректифицированный керамогранит? Также его называют еще обрезной. В процессе обжига керамического гранита происходит изменение номинального формата и соответственно на выходе мы получаем плитки разного размера. Соответственно существует такой процесс как ректификация. То есть по-простому это срез края керамического гранита, чтобы получить единый калибр. И соответственно с обрезным керамическим гранитом можно делать минимальные швы. Еще одним часто задаваемым вопросом является есть ли у керамогранита разното? Конечно же есть. В процессе производства горячего обжига химических реакций в разных партиях мы можем встретить разнотон. Чтобы избежать разнотона нужно покупать материал одной партии и брать с запасом. Следующий вопрос. Что же такое лопатированная плитка? Все мы знаем, что существуют различные виды поверхности. Это глянцевая, матовая и лопатированная. Лопатированная плитка это особый вид поверхности, который достигает специальной механической обработкой. То есть снимают глянцевые участки. То есть на поверхность остаются и глянцевые участки и матовые. Лопатированная плитка она менее скользкая по сравнению с глянцевой, но смотрится не менее круто. Следующий вопрос нам задают покупатели, которые выбирают керамогранит в коммерческие помещения. Их интересует класс износа стойкости. Сразу скажу, что классов износа стойкости 5. Мы рекомендуем для коммерческих помещений с высокой проходимостью классы 4 и 5. Для средней проходимости это 3 класс можно использовать. Ну а для бытовых помещений вполне подойдет 1 и 2 класс износа стойкости. Также нам очень часто задают вопрос. Можно ли с помощью плиточного клея выравнивать основание? Я не рекомендую это делать по следующим причинам. Первое. Во-первых, плиточный клей стоит дороже намного, чем выравнивающие смеси для пола либо для стены. Второе. При использовании толстого слоя клея могут образовываться пустоты, из-за которых впоследствии могут быть определенные проблемы. Особенно если мы говорим за какие-нибудь свечки новостройки, которые еще несколько лет могут усаживаться. Также периодически наши покупатели спрашивают у нас, как же проверить качество укладки керамогранита. В первую очередь нужно простучать весь керамогранит, чтобы понять, есть ли там пустоты или нет, которые могут в процессе привести к различным неприятностям. Второе. Нужно взять какой-нибудь инструмент. Это провило либо уровень. Можно даже пользоваться отвесом и посмотреть, насколько ровно вам приклеили плитку, есть ли перепады или нет. Также если у вас нет специальных инструментов, в первую очередь вы можете проверить это все визуально. И второй момент, что можно проверить это все на ощупь. Провести рукой и понять, есть ли у вас перепады на стыках плитки или нет. Еще одним из очень частых вопросов является, чем же отличается керамогранит дешевый от дорогого. Ну, в первую очередь это, конечно же, цена. Второе. Есть понятие геометрии. У недорогих производителей геометрия может быть нарушена. Что имеется в виду? Это парусность, то есть кривизна самой плиты и калибровка, то есть заявленные размеры не соответствуют действительным. Следующий момент, чем отличается дешевый керамогранит от дорогого, это качеством принта. Если присмотреться к более дешевому варианту, то там даже можно увидеть пиксели. И еще один фактор, который влияет на дороговизну керамогранита, это количество лиц. Лица это уникальные изображения, которые нанесены на поверхность керамического гранита. И чем больше этих лиц, тем интереснее и уникальные изображения мы получим в конечном итоге. Еще очень популярный вопрос, это какой же керамогранит использовать в санузлах? Матовый или глянцевый? Я рекомендую использовать в санузле именно на пол либо матовый вариант, либо лопатированный, который будет менее скользкий, потому что очень частые проливы воды и так далее. А на стенах вы можете использовать совершенно любой, можно даже комбинировать. Глянец с матом или добавлять еще какие-нибудь лопатированные вставки. Наше видео подошло к концу. Если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете написать в комментариях, мы всегда ответим. Друзья, выбирайте профессионалов, выбирайте качественные бренды, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!